Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге пророка Иеремии, обратимся к 15 главе этой книги. В предыдущей 14 главе Иеремия молился и просил у Бога, чтобы Господь не отверг народа своего ради имени Божьего. Здесь в 15 главе Господь отвечает Иеремии и говорит, да даже если бы меня просили Моисей и Самуил, все равно душа моя не преклонится к этому народу, отгони их от лица моего, пусть они отойдут. Весьма вероятно, что речь идет о храмовом событии, когда люди приближаются к Дому Божьему. Это время первого храма, еще достаточно небольшого, но все-таки. И Господь из глубины святого святых, где Бог пребывает во мраке неприступном, вот Он говорит ими, отгони их отсюда, отгони, отгони, душа моя не преклонится к народу сему. И они пойдут, кто обречен на смерть, иди на смерть. Что же нам делать, спрашивают Иеремия у Бога. И Господь говорит, кто обречен на смерть, иди на смерть. Кто под меч, под меч, кто на голод, на голод. Он предлагает принять те бедствия, которые стали результатом нарушения завета. Этот народ не может измениться. Барс не может изменить свои пятна, и вы не можете научиться делать доброе, привыкнув делать злое. И вот надо принять последствия этого, последствия этой предательской природы. Предательской природы. И тогда, может быть, что-то будет по-другому. Но об этом здесь не говорит ни Господь, ни Пророк. Господь говорит о том, что вот пусть они идут тем путем, который для них предназначен, и который они выбрали сами своими помыслами, своей неверностью. И отдам их на озлобление всем царствам земли за Монассию, за то, что он сделал в Иерусалиме. Речь идет о многих местах языческого поклонения, которые Монассия установил, и при этом преодолевая сопротивление пророков, и убивая очень многих из пророков. Вот за это Иерусалим и Иудеи будут отданы на озлобление всем царствам земли. Правильно ли это? Хорошо ли это? Царь Монассия понаделал гадостей, а на озлобление всем царствам земли отдадут не Монассию, который успешно помер и покоится в могилке, а жители Иерусалима и Иудеи. И еще одна важная тема, на которую не дается однозначного какого-то ответа, важный вопрос. Насколько это справедливо или правильно? По жизни это так. Конечно, да, и народы, которые, как сказал Черчилль, каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает. Да, и народ действительно, одобряя или хотя бы просто принимая действия этого самого царя, разделяет с ним ответственность за его поступки. И это действительно так. Хорошо это или плохо? Насколько это вообще может что-то изменить, особенно в такой глубокой древности? Это большой вопрос. Ну и уж, конечно, поднимать его в наше время тоже достаточно небезобидно. Ну, потому что мы привыкли перекладывать ответственность на царей. и говорить, что это не мы такие, это время было такое. Ну, в общем, нет. Бог, похоже, не принимает этой логики. Поэтому и Иерусалим, и иудеи несут ответственность за то, что натворил в них Моносе. И Господь говорит, ты оставил меня, отступил назад, поэтому я простру на тебя руку мою и погублю тебя. И вот удивительные слова в конце шестого стиха Бог говорит, потому что я уже устал миловать. Я устал миловать. Ну, конечно, это большой антропоморфизм, и, наверное, нельзя было бы, если бы не пророк, выражаться подобным образом о Боге. Но все-таки пророк говорит, Бог через пророк говорит о том, что наступает некоторый предел терпения Божьего. Когда, почему, чем он определяется? Загадки, о которых лучше не думать, чтобы не вторгаться в непостижимое. Но бывают такие ситуации, бывают такие ситуации, когда Бог говорит, я устал миловать, и поэтому простру на тебя руку мою и погублю тебя. И даже, хотя я гублю народ мой, но они не возвращаются с путей своих. Для Иеремии вслушать все это, думать об этом и говорить это своим современникам очень тяжело. И вот он говорит, горе мне, мать моя, что ты родила меня человеком, который спорит и ссорится со всей землею. Никому не давал в рост, а все проклинают меня. Вот ему тяжело, ему трудно, больно от того, что он вынужден все время говорить поперек, все время обличать, говорить правду, которую никто не хочет принять и услышать. Это действительно мучительно, трудно для Иеремии. И вот горе мне, что ты создал меня, что мать моя родила меня человеком, который ссорится со всей землею. Господь говорит ему, конец твой будет хорош, и во время бедствия я заставлю врага поступать с тобой хорошо. До исполнения этого пророчества еще слишком далеко, чтобы можно было понять, о чем идет речь. Но Господь здесь возвращается к судьбе Израиля и судьбе Иеремии и говорит о том, что вот Израилю, по-видимому, за все грехи твои, во всех пределах твоих отправлю тебя в землю, которую ты не знаешь, потому что огонь возгорелся в гневе моем. С Иеремией, то есть будет все хорошо, по крайней мере, вот в этом огне он, вероятно, не погибнет, но вообще-то весь народ будет отправлен в плен, в землю, которую ты не знаешь. И дальше удивительным образом сливаются, двоятся, как бы, молитва Иеремии о себе и его молитва о народе Израилеве. Господи, ты все знаешь, не погуби меня по долготерпению твоему. Иеремия говорит, Богу, я нашел слова твои и съел их, и они были мне в радость, потому что имя твое наречено на мне. Все же вероятнее, что это слова Иеремии, потому что мы знаем, что народ Божий, собственно, не принял в эту эпоху Слово Господне. Иеремия продолжает сетовать и говорит о том, что под твоей тяготеющей рукой я сидел одиноко, ты исполнил меня негодование. вот это отчуждение пророка действительно, по-видимому, было для него очень мучительным. И он говорит Богу, ну неужели все вот это, все, что я говорил, вся эта ссора со всей землей, все будет впустую. И дальше Господь говорит, по-видимому, уже и народу тоже. Если ты обратишься, то я восставлю тебя и будешь предстоять перед лицом моим. Вероятно, речь идет об Израиле, по крайней мере, часто о народе Божьем Господь говорит именно вот такие вещи у других пророков. А здесь он говорит Иеремии, если ты обратишься ко мне, ты будешь стоять прямо, я тебя восставлю, ты будешь стоять перед лицом моим и будешь как мои уста. И народ Божий будет обращаться к тебе, и хотя они будут враждовать, но ты будешь для этого народа крепкой медной стеной. Странная такая вещь. Бог ставит Иеремию, говорит Иеремию, что он будет таким, такой солью предохраняющей землю от гниения медная стена, которая будет подобна устам Божьим, и они будут обращаться к тебе, я с тобой, будут ратовать против тебя, но не одолеют тебя, потому что я с тобою. Это сложно сочиненная конструкция, где не бросается в глаза, что все-таки от имени Божьего, что от имени Иеремии, что от имени народа Израилева, но суть, собственно, в том, что Бог обещает быть с тобою, и я с тобою, чтобы спасать и избавлять тебя. Вот это посреди постоянного разговора о предательстве завета и грядущем разрушении, это важнейшая мысль, важнейшая новая, если хотите, нота об обновлении и избавлении, которое появляется здесь в 15 главе. в 15 главе. Субтитры Продолжение следует...